всем привет сегодня у нас рено колеус с рядом проблем так мы имеем мотор два с половиной литра коробку вариатор ну естественно есть ряд жалоб давайте начнем с первой так чтобы увидеть и услышать первую проблему мне нужно запустить двигатель заодно мы сразу видим еще одну проблему у нас сразу ошибка по парктронику пишет проверить парктроник здесь парктроник штатный поэтому наша тема мы будем проверять и сразу смотрим пробег 141 тысяч так вот проблема мы слышим что работает вентилятор причем на последней скорости на максимальный да их тут несколько причем хозяин машины говорит что когда очень сильный минус был вентилятор вроде как не работал ребят сейчас может быть плохо слышно из-за вентилятора но мне пару моментов нужно именно запущено моторе посмотреть итак мы знаем что причин включения вентилятора несколько о них мы сегодня обязательно поговорим сначала посмотрим блок который собственно управляет вентилятором это подкапотный блок предохранители и реле он же коммуникационный подкапотный блок расположен в этой части автомобиля нас интересует потоп данных именно в этом блоке так ищем здесь вентилятор запрос запрос блока вентилятора с приводом от двигателя то есть мы понимаем что у нас именно блок управления двигателем запрашивает включение вентилятора сразу высокую скорость соответственно возвращаемся заходим бог теперь управление двигателем мотор у нас 2 тр и смотрим важные параметры ребята вот долго долго листать не пришлось мы сразу видим давление хода агента 375 вольта немножко неудобно что у нас здесь отображение в диагностическом интерфейсе идет именно вольтаже но есть примерные значения вольтажа которые соответствуют примерному значению давления 3 и 7 вольта это около 20 с лишним даже нам с лишним уже бар то есть это очень много и соответственно блок управления думает что у нас сейчас высокое давление фреона несмотря на то что кондиционер даже не включен потоком воздуха блок управления пытается давление снять скинуть уменьшить но у него ничего не получается поэтому собственно вентилятор здесь работает на постоянно первое что мы должны сделать конечно померить фактически давление какое у нас присутствует системе есть небольшой шанс что здесь избыток давления тем более что у нас есть от человека такая история что когда сильный минус вентилятор отрубает то есть когда у нас при он очень нас 3 он при сильно минус очень сильно сужается и соответственно давление падает и она видать падает возможно возможно падает до значения когда уже нормализуется днумра нормальное давление для блок управления двигательным он вентилятор отрубает так давайте механически не померить нечем системы кондиционирование я занимаюсь только именно электронными компонентами которые управляют ну вот сейчас я вынужден заниматься да а что мы сейчас можем сделать мы сейчас можем снять разъем с датчика давления и проверить в нем ли причин расположен он не в самом удачном удачном месте он у нас под бампером под решеткой но долезть сверху к ним к нему можно сейчас я скину разъем прямо на запущенном автомобиле разъем снят смотрим разъем чистый никаких косяков не трехконтактный датчик классический и мы слышим что вентилятор у нас сразу остановился так мы выяснили то что я иду правильном направлении и вентилятор у нас действительно запускал запускался по показаниям датчика давления фреона сейчас он висит 0 вольт потому что разъем снят это кстати нам говорит сразу о том что проводка не замкнута да ну нету там замыкания потому что потому что разъем сняты у нас по нулям если бы замыкание проводки был у нас бы так и осталось какое у нас осталось напряжение так ну датчик мы проверим датчик мы сможем прозвонить но тут опять-таки его в идеале выкрутить но я не помню есть ли там у нас клапан если там клапан не знаю в рамках этого ролика рамках этого ролика будет момент когда я выкручиваю датчик и проверяю его напряжение или нет если кто знает если накалился клапан как объясню что за клапан ну принцип такой же как скажем у манометра давления да где мы замеряем давление вот как правило делает вот подобного формата штуцер у нас резьбовая часть и клапан то есть когда мы новый датчик закручиваем датчик давит на клапан и соответственно давление видит это сделано для удобства когда чтобы датчик поменять не надо было полностью обсташать систему но не все так делают я встречал машины где замена датчика сопровождается спуском и заправкой фреона так по датчику мы пока опустим ситуацию сейчас пока выясним делалось ли тут система кондиционирования заправлялась или нет и сделаем соответствующие выводы но я думаю что в любом случае даже если датчик не исправит мы заизолируем все изоленты и снимем его то есть вентилятор работать постоянно не будет но он будет включаться когда двигатель будет перегреваться либо на него будет высокая нагрузка но это остальные причины включения вентилятора перейдем пока ко второй проблеме вторая проблема это соответственно не работают парктроник не работает парктроник на автомобиле причем здесь понимаете в чем проблемы есть такой парень как помощь при парковке это вот нас левый передний внутренний датчик расстояние обрыв цепи или замыкание на массу нас сейчас вот по нему как раз и висит одна оставшаяся ошибка ну естественно парктроник деактивирован сейчас и поэтому ни один из датчиков не работают так он так он устроен то есть они все мы проверяли каждый датчик он не работает у нас передний внутренний левый передний внутренний датчик датчик расстояния соответственно датчик парктроника ну человек уже был готов он кстати купил два датчика датчик очень похож на оригинальный но он почему-то привез нам два он думал что у него два не работает но мы видим один поэтому пока будем работать соответственно с одним чтобы нам поменять нужно будет снять передний бампер ну либо верхнюю решетку либо передний бампер поэтому такая проблема у нас ясна что делать понятно еще ребят я тут уже немножко накосячил мне стало очень интересно я решил все-таки полезть в датчик ну и там клапан не оказалось там видите в чем прикол когда датчик начинаешь откручивать там уплотнительное кольцо и если клапан клапана нет то это кольцо выпирает и фреон начинает потихоньку выходить и вы его назад уже не закройте потому что кольцо вылез шею вы его порвете и мне пришлось в общем спустить полностью фреон с машины ну и естественно человеку мы все компенсируем она была заправлена заправлена бывает неправильным давлением дело не в датчике потому что сейчас фреон мы спустили у нас датчик показывает 0 12 вольт ну что-то сейчас уже там к нему подошло вот соответственно если мы сейчас запустим у нас не будет проблемы с вентилятором решили проблему нет пишите в комментариях ну ладно заправит хорошо освежит фреон ничего в этом страшного нет мы естественно ну не возьмем с диагностику но продолжим так по парктронику вот у нас внутренний левый ругается на него то есть нам нужен к нему доступ чтобы посмотреть разъем чтобы ну подключить рабочие да и сразу от тестировать но для этого нужно будет снимать бампер это уже как человек решит если даст добро то будем снимать менять и покажем если там не в датчике право и в датчике то ничего интересного сгнил и сгнил ладно перейдем третье проблему ребятам еще одна проблема была плавают оборот немного человек жалуются когда у вас работает вентилятор на постоянную у вас и генератор нагружен и мотор постоянно холодный то есть он по-любому вас дольше греется вы ездите постоянно на неправильном на неправильном температурном режиме я конечно сделаю пару моментов праве по проверке хотя бы подсосы воздуха посмотрим дроссельная засунка каком состоянии но и на этом я думаю что мы остановимся то есть человек покатается без включенного вентилятора принципе сейчас уже гоня у меня уже нету никакого получива хвостого хода то есть уже машина работает стабильно четко вот кто-то может сейчас задать вопрос а как же мы летом постоянно с кондером ездим до вентилятор у нас на постоянку работает да это нормально когда у вас включен кондиционер то есть у вас режим работы двигателя немного меняется блок управления понимает что идет нагрузка у нас от компрессора кондиционера поднимает вам холостой ход и соответственно машина работает стабильно здесь кондиционер здесь компрессор был выключен мотор не перегрет но при этом вентилятор работал на второй скорости естественно дополнительная нагрузка на который бог управления не шибко-то и рассчитывал ладно перейдем мы с вами к подвеске там какой-то хруст но посмотрим все так ребят колеус тяжелая машина и тяжелой для дефектовки и в принципе тяжелая поэтому хардовку мы начинаем смотреть на земле раскачивая автомобиль так мы видим сразу стойки втулки стабилизаторы если они стучат и очень важный момент сайлентблоки подрамник сейчас раскачиваем машину влево вправо и видим как подрамник бьет видим как травник бьет также пока автомобиль у нас опущен человек еще жалуется там у него что-то знаете как было звучало жалоба при повороте какой-то хруст но к сожалению что-то я так и не понял при движении или просто настоящую но это сейчас свяжемся если что мы сейчас проверяем опорные подшипники они также проверяют только под нагрузкой когда машина на земле вращаем рулем плавно влево крутим и руку кладем на пружину слушаем щелчок а в другую обратно 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 это у нас задевает подкрылок колесо задевает подкрылок здесь места мало либо подкрылок выперло немножечко возможно это он имел ввиду то есть можно поймать такой угол когда колесо будет задевать об подкрылок опорные подшипники проверены они отличные ну нареканий пока нет кушам теперь мы готовы поднять машину и посмотреть остальную подвеску так машину подняли по люфтам колеус это достаточно интересная машина тут по люфтам не так все просто определить но мы все определим но начать я хочу с вот этого звука ребят тут очевидный факт что диски диски тормозные в отвратительном состоянии тут не надо даже мерить толщину да мы видим то что они полностью в рисках выработка огромная если посмотрим снутри затерся середину вот у него трет колода принципе внутренней колодки тоже нет то есть тут нужно менять тормозные диски с колодками делать ревизию суппортом потому что непонятно почему именно так внутреннюю колодку сточил это нужно выяснять продолжим осмотр скинули защиту видим подтеки масла это именно моторное масло прокладка поддона либо задний сальник коленвала это еще надо выяснять сразу глаза бросается еще вот одно место куда у нас идет прорыв жидкости но это уже внутренний пыльник внутренний пыльник шруса он полностью порвался и через него уходит смазка конечно такие вещи надо решать также сразу глаза бросается гофра сетчатая часть уже оторвалась от основания пока прорыва газов у нас не наблюдается на сетку уже отгнила и она не участвует в работе гофра работает только внутренняя часть так идем дальше так ну и раз уж мы вам показали как сайлентблоки болтаются давайте покажем тут хорошо уже и снизу видно видно что подрамник вот без особого усилия у нас гуляет это конечно жесть с правой стороны сайлентблок со всем мотором слева он еще ну вот видно даже да слева какая-то часть демпфирует еще резины на серединке то есть справа похуже но менять один сайлентблок конечно это полный бред передние сайлентблоки также периодически требует замены но не кстати более долговечны но если подрамник снимать поменять нужно все четыре да по поводу звука хруста и так далее хруст искать на самом деле очень тяжелая работа потому что стук найти вообще не проблема но есть такое понятие как устранять очевидные дефекты вот мы видим что сайлентблоки подрамника это супер очевидный дефект который требует внимания потому что крития сейчас раскачиваю меня пол колесо даже гуляет двигается кузов то есть вы представляете при повороте руля как подрамник начинает гулять аторная резина начинает тереться то есть все что угодно они она могут может издавать стук плюс это жесткости не добавляет подвески то есть подвеска начинает работать отвратительно на больших хороших кочках перекатах это удары вам под нищу крайне неприятные счет небезопасно по левой стороне клипса тут совсем не держалась я просто брызговик тронул да и у нас все отпало то есть принципе если мы поставим клипсу возможно этого расстояния будет хватать но все равно что-то здесь явно не родное может туда да там земли и льда набилось и покрыл в этом кусочек сейчас мы его извлечем секунду вот он неприятный тип кусочек и льда так извлекли теперь пробуем все равно какой-то как пузырь стал ну ладно если мы поставим новую клипсу все равно ситуация будет лучше по поводу пыльника шруса хотел сказать у нас на этом данном автомобиле внутренние они резиновые соответственно когда они рвутся это временной времена неисправность со времени поэтому сразу все внимание наше должно лечь на правую сторону где пылик пока целый но не такого что он уже и целый мы видим что он в трещинах и тоже идет небольшой прорыв смазки но по хомуту то есть два пыльника внутренних шрусов требует замены по поводу подрамника хотел сразу отметить тот факт что очень много подвески здесь на самом деле не видно тут по крайней мере на этом колесе шаровые наконечники в принципе все сильно разбиты вы их увидеть но когда меняются соленбоки подрамника подрамник будет весь лежать на земле вместе с рычагами шарами там будет смотреться абсолютно все то есть при подобном ремонте когда он говорят соленбоки подрамника будьте готовы что добавится обязательно добавится какие-нибудь еще работы ну какие-то элементы которые требуют замены также пока вот мы здесь попереду все смотрим мы наблюдаем течь с масляного фильтра и вообще он не выглядит так как будто его меняют 250 моточасов и сразу смотрим приводной ремень видим что он имеет трещины мы видим что он имеет трещину от в районе натяжного механизма как раз трещины есть ремешок конечно нужно менять давайте перейдем к заду автомобиля подвеска здесь много рычажная и почти везде здесь соленбоки конечно же соленбоки со временем превращается вот в такие потрескавшиеся некрасивые вот еще хороший экземпляр вот мы видим что они все в трещинах но что касается много рычажной задней подвеской все или ничего на самом деле крайне невыгодно менять свои блоки какие-то по отдельности во первых вы не почувствуете абсолютно никакого эффекта от их замены во вторых после замены любого из своими боков вам потребуется сделать схождение схождение вы не сможете сделать потому что болты прикипают и это в принципе невозможно если вам не производили ремонт здесь у нас и развал регулируется и схождение вот у нас развал и и соответственно вот этим продольным рычагами регулируется схождение болты как правило чтобы чтобы производить из регулировка болтов плотную к своим боку подходит и за счет того что-то он плосок вплотную к внутренней41 and baby пока бой на селебок за счет того чтобы будутпов плотную夫 своим боку она естественно там прикипает нас как правило тут все пилиться режется греется и долбиться и меясь поэтому еще раз повторюсь по задней подвески если имеются жалобы на стук на скрип и так сразу думаете о замене всех соленбок и всех элементов примыкающих к задним рычагам потому что вам по-любому делать схождение это важный момент который нужно усвоить кроме втулка и стойкостабилизатора который принцип меняет меняются отдельно тут вопросов нет ну принципе мы закончили осмотр это что касается данного автомобиля это в любом случае первичный предварительно осмотр по вот это именно по подвеске касается подвеска тяжелая и сразу тут все на сто процентов полную смету человеку выложить это тяжеловато и что-то может быть лишнее что-то может наоборот не добавится но то что мы и назвали это минимум с которого нужно начинать ремонт дальше эксплуатировать машину ну либо в процессе ремонта что-то будет добавляться дальше эксплуатировать машину уже смотреть устранила ли это проблемы да это так бывает так по-другому никак либо знаете как можно сказать это вы мне сейчас тут все на меняете ну блин тут машина сколько прошла до какого года мне кажется она заслужила новые сами блоки там новые амортизаторы хочу тут кому вообще вопросов нет они вроде как выглядят оригинальные родные стоят такие как конфетки такие сейчас не найдешь так ладно короче вот такой осмотр у нас получился в принципе на большую часть вопросов по машине мы человеку ответим ну заправку сейчас сделаем за нас счет сейчас вызовем человека тут вопросов по фреон вообще никаких сам виноват сам устранил кстати ребят вся смета будет у нас на канале в дзене ссылочка будет в описании там прям будет четко по списку работ что необходимо провести списку деталька и нужно заменить и все будет ценами расписано поэтому подписывайтесь потому что видно будет только подписчикам ну и на этом все я всех благодарю за внимание спасибо что досмотрели этот ролик пока